Здравствуйте, вы смотрите Аналитику на канале Витража и Вери в Красках. Не секрет, что политики часто пытаются использовать религиозный вопрос, да и религиозную организацию в своих целях. Да что там говорить, если б не Триптих Порошенко, армия Мова Вира, которая была снова его предвыборной кампанией, то той же раскольнической организации ПЦУ могло бы не быть. Тем более, что с получением грамоты и поражением Порошенко на выборах, его соратники занялись другим религиозным вопросом. Именно это объясняет активное участие Порошенко в мероприятиях униатов, интерес его СМИ, деятельности, структуры Святослава Шевчука, а также его благотворительные взносы в поддержку Украинского католического университета. Вот что совсем недавно в своем фейсбуке написал народный депутат из партии Порошенко Европейской солидарности Олег Синютко, комментируя опубликованное им видео. Вечер, когда церковь про важность объединения говорит языком искусства. Чтим 425-летие Берестейской унии по поводу этого события в Архикафедральном соборе Святого Юра духовно-творческая программа «Путь к единству» в исполнении солистов хора и камерного оркестра заслуженной академической капеллы Украины Тримбита. И самое главное в этом коротком послании народного депутата. Верю, что две сестры, две украинские церкви, УГКЦ и ПЦУ сольются воедино и появится объединенная Украинская Киевская Церковь Владимирового Крещения. Мы уже обсуждали то, что политики из окружения Порошенко активно сейчас работают над новой унией, способствуя поглощению раскольников униатами. Не исключено, что в этот процесс будут активно включаться и другие политики. Тем более, что мы все чаще видим участие деятелей разного уровня в достаточно сомнительной деятельности раскольников. Не так давно мы обсуждали план раскольников продвигать свое международное признание через переиздание так называемого Мазепинского Евангелия. И как вы помните, они нацелены на антиохийскую церковь и даже встречались с местными униатами. А пока окучивают политиков. Игорь Асташ, посол Украины в Ливане, пишет, что выполнил, по его словам, важную историческую миссию. Подарил одну из книг президенту Ливана. Параллельно поблагодарил президента за то, что его дочь принимала участие в праздновании 30-летия независимости Украины. До этого посол встречался и с премьер-министром Ливана, которому тоже подарил книгу. Такое вот участие дипломатического корпуса в делах раскольников под спудное продвижение их идей за счет, конечно же, госбюджета. Кстати, с дипломатами и министрами пытаются всячески наладить контакты и униаты. Главный униат страны Святослав Шевчук встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. И то, что они обсуждали, очень показательно. Причем инициатором встречи был как раз Шевчук. Он поблагодарил Кулебу за то, что тот лично присутствовал на открытии памятника Амельяну Ковчу в Люблине. А раз был министр, значит памятник установлен и при активной поддержке государства. За это министр, кстати, получил награду грамоту. Понятно, что Амельян Ковч не единственный герой, которого активно продвигают униаты. И не забывают они об Андрее Шептицком, которого им так хочется поднять как можно выше. Причем его почитание давно вышло за пределы Львовщины. И даже в Харькове уже униаты проводят мероприятия, посвященные тому, кто пел оды Гитлера, то есть Шептицкому. Вот о нем как раз и шла речь на встрече Шевчука и главы МИДа. Так что обсуждались следующие шаги униата в общественности украинского государства для того, чтобы по-особенному увековечить память Шептицкого. Договорились они координировать свои действия, например, в контактах с Ядвашем, где давно поняли, что никакой Шептицкий не праведник народов мира. Но в украинских реалиях привыкли продавливать решения. Так что униаты не оставляют своего желания продвигать Шептицкого на всех уровнях, безусловно, без упоминания его реальных подвигов, которые погубили многих украинцев. Но Шептицкий и Ковч были не единственной темой для разговора о совместной деятельности МИДа и униатов. Говорили о развитии отношений между Украиной и Ватиканом. Как мы помним, Папа в текущем году не принял приглашение прибыть в Украину, но архиепископ Мячеслав Макшицкий уже говорил, что в планах Папы визит в Украину есть, возможно, даже в следующем году. Ожидается и назначение нового посла Украины в Ватикане. Так же, как сообщает сайт униатов, страны обсудили и свои шаги касательно возможного визита главы Ватикана в Украину. Напомню, что визит Папы Иоанна Павла II 20 лет назад стал катализатором для активного движения католиков на Восток. Тогда же были заложены основы многих сегодняшних флагманов униатов, УКУ и пропагандистского ресурса РИСУ. И буквально через несколько лет кафедра униатов была перенесена в Киев. И теперь мы все чаще читаем в новостях о деятельности униатов на востоке страны, где исторически они были только среди узкой группки людей, приехавших из некоторых регионов Западной Украины. И вы понимаете, это не раскольники, которые даже не могли мобилизовать людей, когда в страну приезжал глава Фонара. Униаты смогут. Но раскольники-то тоже не сидят без дела. Похоже, что они решили взяться за то, что обсуждалось на Банковой между Патриархом Варфоломеем и Зеленским, а именно помощь раскольникам в их делах. И вот мы видим новость на сайте раскольника во встрече Сергея Думенко и Елены Богдан, главы государственного агентства этнополитики и свободы совести. Безусловно, на фоне Андрея Юраша, который откровенно играл за раскольников, Елена Богдан выглядела человеком, который будет стоять на страже закона и правоверующих. И, в принципе, до определенного момента пыталась она сопротивляться политике, которая спускалась сверху. Да что там говорить, она даже называла принятой радой закона переименования религиозных организаций не вполне соответствующим принципам международного права. Но, увы, под давлением политической конъюнктуры она сменила риторику. А помните ее реакцию после интервью Думенко, где он заявил, что в Киевской области нет новых перерегистраций уставов? Думаю, вы понимаете, что имеется в виду. И Богдан тут же пообещал разобраться, хотя это были всего лишь слова Думенко в интервью. А на встрече, которая прошла в офисе Думенко, обсуждали актуальную религиозную межконфессиональную ситуацию. А ведь мы видим, что захваты нарастают. Говорили они о визите главы Фонара. Вероятно, те договоренности на банковый – это аргумент для чиновников. И также стоит обратить внимание на еще один пункт. Богдан и Думенко утвердили важность диалога Украины с миром, в частности, через контакты раскольников с автокефальными церквями. А значит, силами государства и дальше будут пытаться продавливать признание этих самых раскольников. Отчаиваться не стоит. Каноническая церковь переживала и не такие времена, переживет и в этот раз. Только б нам сохранить верность Богу и его канонической церкви. Остерегайтесь сомнительных собраний и непроверенных новостей. Читайте классику и смотрите канал Витражи о вере в красках. Субтитры создавал DimaTorzok